МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деньги есть. Международный валютный фонд выделил Украине миллиард долларов финансовой помощи. Такое решение совет директоров принял накануне поздно вечером. Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ, заявила, украинская экономика демонстрирует положительные изменения. В частности, речь идет о тарифах на энергоресурсы. Лагард назвала их экономически обоснованными и отметила также меры по реабилитации банковской системы. Что нужно сделать еще, так это продолжить реформу фискальной службы и избежать изменений налоговой политики. По словам Лагарда, это может привести к росту дефицита бюджета. В свою очередь, Петр Порошенко в видеообращении сказал, предоставление третьего транша подтверждает успешный ход экономических реформ и высокую оценку результатов борьбы с коррупцией. Также Порошенко объяснил, на что пойдет миллиард. Все это позволит держать стабильность гривни, зафиксировать досягнутую нами макроэкономическую стабилизацию и поддерживать первые паростки экономического возрастания. На уровне бюджета 2017 года, проект которого будет презентован днями, мы сможем сделать первые шаги с подвищением социальных стандартов. Выделенные деньги Украина планирует получить уже завтра, говорят нацбанки. А в Кабмине в эти минуты заседает правительство. Министры обсуждают проект госбюджета на следующий год. Как на главный финансовый план страны повлияет миллиардный транш от МВФ? Спросим у Ирины Романовой, она сейчас в здании на Грушевского. Ира, здравствуй. Что говорят министры? И тебе слово. Катя, добрый вечер. Ну, собственно, еще за два часа до начала заседания министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке написал, что он уже завизировал проект бюджета и выложил фото, которое подтверждает то, что документ подписан. Само заседание было назначено сначала на 18.30, реально оно началось буквально полчаса назад в связи с тем, что Владимир Гройсман сегодня был в Венеции, немножко опоздал. Ну и, собственно, именно премьер и презентовал проект бюджета. В самом начале он сказал, что бюджет прозрачный, честный, и впервые за последние годы правительство вносит его в Верховную Раду вовремя. Также он привел некоторые цифры, например, рассказал о том, что доходная часть бюджета следующего года будет примерно на 130 миллиардов больше, чем в этом году, и при этом налоговое давление на бизнес не усилится. Прошу послушать. Как вы видите, структура доходов остается стандартной. И хотел бы сказать про то, что мы не передбачаем сбільшение загальных доходов бюджета за рахунок сбільшения ставок податков. Мы считаем, что нам не нужно створить умов тиску на бизнесе, поэтому мы не будем поддерживать подвышение загально-национальных податков. Также Владимир Гройсман сказал, что в следующем году дефицит бюджета не превысит 3%, это 77 миллиардов гривен, и пообещал повышение социальных стандартов, в частности, рост минимальной пенсии и минимальной заработной платы. Привел такую цифру, если на 1 декабря этого года минимальная зарплата 1600 гривен, то на 1 декабря следующего года она уже будет 1762 гривени, ну и будет расти заработная плата педагогов и медиков примерно на 10-15% за год. Три раза будет повышаться с 1 января, с 1 мая и с 1 декабря. Ну и кроме министров, сегодня послушать проект бюджета пришли народные депутаты от нескольких фракций. Нам удалось пообщаться, нам с некоторыми удалось пообщаться, и вот прошу послушать, что они сказали. Хочем послушать, что тут будут говорить. Обещают передать сегодня. Когда закинчится Кабмин, я не знаю, но сподіваюсь, что все-таки сегодня передадут. И я уже пыталась у министров, они обещают, что завтра не откличат назад, как это было при яцене COVID. Ну и, собственно, депутаты добавили, что сами они еще проект бюджета не видели, его видели только министры, но будут знакомиться непосредственно вот сейчас, со слов премьера, ну и уже потом в парламенте, когда получат этот документ. И буквально в эти минуты премьер продолжает свой доклад, через полчаса обещает подход премьера к журналистам, он еще раз напомнит все цифры нового проекта бюджета. Ну и добавлю, что в парламенте планируют его обсуждать еще несколько месяцев. И премьер заявил, что министры готовы к дискуссии, к диалогу, и цифры несколько могут меняться. Катя. Спасибо, Ира. Это была Ирина Романова. Она сейчас находится в здании Кабинета министров, где в эти минуты продолжается заседание правительства. Уголовное дело против главы МВД Арсена Авакова не закрыто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook. В бюро разъясняют, речь идет о досудебном расследовании незаконного получения Аваковом 18 гектаров земли в Харьковской области. Это дело ведут исключительно детективы антикоррупционного бюро. И генпрокуратура по закону закрыть его не может. Напомню, об уголовном производстве против Авакова во вторник сообщил Юрий Луценко после очередного заявления Центра противодействия коррупции. Однако уже вчера в ГПУ успешно объявили обвинение антикоррупционеров, цитирую, плод их воображения и само дело будет закрыто. А вот что нам рассказали в антикоррупционном бюро. Сам Арсен Аваков утверждает, никакого уголовного дела нет и беспокоиться ему не о чем. Все называют развернутой против него информационной кампанией. Я не знаю уголовного дела, которое возбуждено против меня. Это фигура речи. И тот, кто употребляет такую фигуру речи, пусть он вам его комментирует. А действительно, это производство, которое написано по жалобе, по обращению одного из общественных деятелей, оно находится на проверке или на производстве сейчас действительно в набу. И если будет такое решение приниматься, о закрытии, то тем прокурорам, где оно находится. Подавать электронную декларацию о доходах Аваков не спешит. Говорит, подготовиться надо тщательнее провести обстоятельную ревизию имущества. А вот самой системой ей декларирование чиновник недоволен. Я очень хочу, чтобы та система электронной декларации окончательно устаканилась. Я думаю, что я подам ее, может быть, недели за две до конца срока. Перед этим надо будет тщательнейшим образом, я, наверное, возьму там 3-4 дня отпуска, поеду домой в Харьков, переберу тщательно все свои книжки, монеты, картины и буду ходить за женой, чтобы она вспомнила все свои кольца. И после этого подам эту декларацию. А на родине главы МВД в Харькове генпрокуратура уже пришла с обысками к городскому голове Геннадию Кырнесу и его подчиненным. Проверяют и дома, и рабочие кабинеты чиновников. Разрешение на это выдал Печерский суд в рамках уголовного производства о хищениях в особо крупных размерах и должностных преступлениях. Речь идет о незаконном выделении более 600 гектаров земли. Ее раздавали бесплатно, а потом перепродавали или дарили приближенным. Все подробности в следующем материале. В 7 утра в гостинице «Националь», где живет мэр Харькова, идут обыски. Проводят сотрудники Генпрокуратуры и СБУ. Мне было предложено выдать определенного характера документы. Я сказал, что у меня таких документов нет. Я сказал, пожалуйста, проводите обыск. Без четверти 11 силовики покидают отель. Адвокаты Кырнеса объясняют. Правоохранители искали документы, согласно которым в Харькове выделяли землю жилищно-строительным кооперативам. Дана санкция на выемку документации ряд фирм. Это фирмы, которым выделяли земельные участки. В 8-е, 11-е 2014 года. Открыто возбуждено уголовное производство. Хищение в особо крупных размерах. Должностные преступления. Хищение, должностные преступления и создание преступной группировки. Это то, в чем подозревают Геннадия Кернеса и Михаила Добкина. Первый был секретарем Гурсовета, второй – мэром. Вместе с ними в участники ОПГ Луценко записал еще трех местных чиновников. По его словам, причастными могут также оказаться депутаты народные и Гурсовета. Кстати, у одного из местных избранников во время обыска изъяли 300 тысяч долларов. Участники схемы бесплатно раздали 600 гектаров земли, нуждающимся в улучшении условий жилищно-строительным кооперативам. Кто скрывался за этими кооперативами, рассказал генпрокурор. Кириллониторство города оформляло жиловые кооперативы и преступали им в городе земли. Счастливыми властниками земли в центре Харькова, в фестивных районах Харькова Ставали а. наближені до керівництва міста люди Б. власне члени сімей міського керівництва люди В. их бизнес-партнери Г. политичные деятели міста Харькова, причем из разных политических таборев И остальные судья міста Харькова и работники правоохранной системы Даже вот этот дом в лесопарке, где живет семья Добкина, тоже построен на участке Который горсовет бесплатно выделил одному из кооперативов И строили на этих участках отнюдь не социальное жилье, а элитные коттеджи В антикоррупционном центре подсчитали убытки По нашим подсчетам сумма убытков на сегодняшний день составляет уже более 8 миллиардов гривен Больше всего земельных участков было передано непосредственно окружению Геннадия Кернеса и Михаила Добкина Более чем 250 гектар Сам Кернес оправдывается, землю раздавал не лично За это голосовали все депутаты Мало того, он уверен, что земельное дело – происки министра внутренних дел Никакой преступной группировки нет, кроме слов советника Арсена Авакова Министра внутренних дел Зорина Шкиряка Который назвал это преступной группировкой И теперь мы можем тоже видеть личную заинтересованность этих советников в виде Антона Герасченко И Зорина Шкиряка, которые постоянно комментируют и те поступки Арсена Авакова Или отбеливают его, или еще как-либо Пока все участники уголовного производства проходят по делу как свидетели После окончания обысков могут перейти в иной статус Генпрокуратура берет месяц на обработку документов Светлана Шекера, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Харьков Сразу о нескольких громких делах вспомнила новый посол США в Украине Мария Иванович В интервью «Украинской правде» дипломат заявила, цитирую «Свобода слова является ключевым условием демократии С сожалению, должна сказать, что медиа среда по-прежнему не идеальна И это очевидно Я хочу воспользоваться случаем, чтобы выразить свои соболезнования И вашим коллегам, и всем читателям в связи с гибелью Павла Шеремета Вы упомянули о ситуации с Интером Да, могут быть споры в обществе относительно редакционной политики Но поджигать редакцию – это точно не тот путь, который может решить проблему Напомню, на прошлой неделе в Госдепартаменте США Резко осудили нападение на редакцию подробностей И призвали украинские власти как можно быстрее найти виновных Мы призвали Генеральную прокуратуру провести полное и прозрачное расследование того, что случилось Рассчитываем, что тех, кто совершил эту атаку, привлекут к ответственности по закону Мы всегда обеспокоены, когда видим, что СМИ атакуют подобным образом К осуждению зачинщиков и исполнителей преступления и призыву Госдепартамента США Как можно скорее найти виновных нападений на студию подробностей Присоединяется и коллектив нашей редакции Кто скрывается за формой новой полиции? Ведомство до сих пор не опубликовало список переаттестованных сотрудников В сети жалуются на запросы журналистов, отвечают редко Кого прячут в секретных материалах, узнавали наши корреспонденты Любителя бриллиантовых украшений Вячеслава Евтения можно по праву считать автором лайфхака Как избежать аттестации Начальник управления защиты экономики нацполиции в Ривенской области На аттестацию попросту не являлся якобы из-за болезни Лежа в стационаре, ходил на работу Его уволили, но он до сих пор работает и получает зарплату Переаттестация сотрудников полиции закончится уже в конце сентября Об этом на днях заявила глава ведомства Хатя Деканаильза И радовалась скорости реформы Хотя эксперты уверяют, она не удалась Сама переаттестация провалена В судах больше тысячи позовів колишніх правоохоронців Пропонованных на работе За оцінками тех же самых экспертов Лише 5% правоохоронців были звільнены Отбувається ріст злочинності Численная кількість скандалів за участью полиції Починаючи від вбивства, побиття, розбиття автомобилей Напомню ранее в одном из телешоу о провале реформы в МВД Говорил і ексгенпрокурор Віталій Ярема По його словам, в структуре розогнали всіх професіоналів, які Даже не причастні к майдановським преступлениям Опираюся на основну риторику, так называемое реформировання Каковы результаты реформы? Официальных данных нет А вот в сети приводят такие цифры За год уволили около 4,5 тысяч сотрудников полиції Около тысячи увольнений оспорили в судах І большинство восстановились в должності У нас звільнилися 132 чоловіка, якщо я пам'ятаю В них повинувалися через суд на сьогоднішній день 68 чоловік Але я знаю, що ще точно це буде більше 80 Але персональні результаты аттестації не публікуються І узнати, хто действительно переаттестован, хто екзамен проігнорировав А хто оспорив результат в суді, невозможно На сайте нацполиції в разделі з соответствуючим названням Тільки 173 фамилии Експерты кажуть, дані публікувати необхідно Але в тому, що в МВД це зроблять, сомніваються Після цієї перетестації ми можемо побачити В складі раційників полиції людей з дуже сумнівним минулим Починаючи людей, які можуть бути причетні до якогось подій Майдану Закінчуючи людей, які вчиняли кримінальне правопорушення І тому аналіз цих списків однозначно призвів би до ще серйозного скандалу В багатьох регіонах України І це брудна білизна Міністерства внутрішніх справ за великим рахунком Вони не хочуть їй показувати суспільство Ночь на 24 августа Шестеро полицейських при задержанні избили А потом застрелили жителя Кривого озера Александра Цукермана Трое полицейських арестованы Об цих шестерых известно, що один вообще не проходил аттестацию Числясь в отделении водителем Четверо її успешно прошли Ещё один восстановився в должності через суд Ещё один пример реформированной полиції Патрульний Владимир Мединський Буквально накануне возле Аболонского райсуда Он в прямому смыслі ткнул своє удостоверення В лицо юристу Дмитрию Калько Который направлялся на заседание А за отказ открыть портфель і вовсе затеял драку Аттестация третьего уровня национальной полиції Завершится порядка 25-26 сентября И тогда мы презентуем полные цифры По результатам аттестации по всей стране И в разрезе областей так же Мы обдумаем ситуацию Публиковать ли персональные данные В отношении каждого Мы обдумаем, какую степень открытости здесь дать Сколько понадобится времени руководству МВД Для того, чтобы обдумать Обнародовать ли данные тех, кто нас защищает Неизвестно Ольга Теребинска, Инна Белецкая, Геннадий Аникенко Подробности телеканал Интер А в Ривне снова янтарные разборки Военная прокуратура нагрянула С обысками в Ривненский город дел полиции По нашей информации допрашивают И обыскивают всех следователей И оперативников, причастных К янтарным делам Вокруг город дела пока тихо О каких-либо задержаниях и изъятиях неизвестно Начальник управления нацполиции В Ривненской области подтвердил факт проверки И отметил, что перед законом Все равны Также по нашей информации обыск провели И в прокуратуре Дубровицкого района Дипломатический десант на Донбассе После вчерашних заявлений о том Как иностранные министры и дипломаты Видят мирное урегулирование конфликта На востоке Украины Они сами приехали с инспекцией Проверяют, действуют ли обещанные С полуночи режим тишины Добрались до Краматорска Поменялось ли дипломатическое видение После этого визита Сюжет Ирина Баглай Вчера сильно стреляли Дочка позвонила и говорит Маму ранила Скорую вызвали Сейчас скорая приедет Я побежала, как соседка А как не побежишь? Вот, она сидела вся кровавленная С осколочным ранением Пенсионерку отвезли в местную больницу Остальные до полуночи в подвалах Содрогались от разрывов снарядов боевиков Вчера были танк работал Подтверждается один танк Восемь снарядов было выпущено Раз, дальше Артиллерия 122 мм ствольная А в полночь стало тихо Обещанный с 15 сентября Режим тишины Утром на Донбасс приехали Проинспектировать министра иностранных дел Германии и Франции В сопровождении коллеги Павла Клинкина Доехали до Краматорска О ситуации на линии соприкосновения Узнают от представителей УБСЕ За закрытыми дверями Дальше поездка к знаковому месту Мосту под Славянском Который разрушили боевики В 2014 году Это была самая спокойная ночь Для жителей Восточной Украины За последние несколько недель И даже месяцев С полуночи вдоль всей линии Соприкосновения не было ни единого раненого Эту неделю дипломаты определили Как тестовую В случае стабильной тишины Предлагают переходить К параллельному выполнению Политической составляющей Минска От Верховной Рады Ждут принятия закона О местных выборах И спецстатусе Донбасса Но при условии Что будет возвращен контроль Над украинско-российской границей Уточнил Павел Климкин Все прекрасно понимают И они тоже прекрасно понимают Что без безопасности Никаких подальших кроков не будет Если мы сейчас это примем Это означает Что те, кто Сейчас Россию поставлены до влады Они просто будут дегетимизованы И ничего больше Главная цель контролировать границу Между Украиной и Россией Дискуссии и обсуждения В нормандском формате Должны начаться только после этого Мы работаем над тем Чтобы создать условия Для саммита с участием Президента Оланда Канцлера Меркель Президента Порошенко И Путина И продвигаться вперед В этом направлении В предложенном европейцами алгоритме Разрешение конфликта на Донбассе Амнистия боевиков Конституционная реформа И обмен пленными Мы хотим донести Что права наших близких Также должны стоять на первом месте И их судьбы нельзя приравнивать К политическим вопросам К вопросам амнистии К вопросам особого статуса К вопросам выборов на территории Донбасса Но митингующих услышали только Министр иностранных дел Клинкин И представитель Украины в трехсторонней Контактной группе Ирина Герасченко Ни международные наблюдатели Ни иностранные гости К матерям военнопленных Не подошли Это непропустимо За последний год Ну, начиная с 1 сентября Мы извинили только 12 заручников Очевидно, что нормандский формат Повинен разглядать питание Звольнения заручников Как приоритетное Его не можно привязывать до амнистии Это позиция не сегодня Украинской стороны В случае недели тишины На линии соприкосновения Партнеры Украины в нормандском формате Надеются на следующий шаг к компромиссу Подписание соглашения по разведению войск С обеих сторон Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей Из Донецкой области Подробности Телеканал Интер Активизация нормандского формата Ждут и в оппозиционном блоке Политики готовы поддержать Реализацию пакета предложений Штайнмайера и РО Об этом говорится в сообщении На сайте Политсилы Конструктивный подход министра В иностранных дел Германии и Франции Дает надежду на реализацию минских соглашений С практической точки зрения Говорится в заявлении Цитирую Это должно стать примером Для всех украинских политических сил Даже тех, которые сегодня находятся По разные стороны конфликта ГПУ провела сегодня обыски В здании администрации Николаевского морского порта Он входит в структуру госпредприятия Администрация морских портов Украины Утром в здание ворвался спецназ Затем следователи ГПУ приступили к выемке документов Как сообщили в генпрокуратуре Обыски проходят в рамках расследования Уголовного производства О хищении госимущества На сумму 45 миллионов гривен Порт сдавал в аренду частным предприятиям Погрузочную технику Причалы, ангары По заниженным ценам Также прокуроры выясняют Каким образом проводились дно углубительной работы Да и вообще проводились ли Вот что сказал генпрокурор Количество Миколаевского морского порта Зловживало своими обовязками для збагачения Например, большие деньги Списывались на очищение фарвата Просто установили, что никакие судна Которые, которые имеют пристой Для очищения акватории Туда не заходят Крак А пока киевские прокуроры ищут ворованные деньги В Николаевском порту Рабочие местного судостроительного завода Собираются на Киев Требования вернуть долги по зарплате Которую они не видели два года Рабочие утверждают Новое руководство специально загоняет предприятия в банкротство Сейчас завод обесточен за долги И ни один из заказов на ремонт военных кораблей не выполнен Люди много раз пикетировали местные власти Но все бесполезно Мало того, после акции протеста Всех участников под разными предлогами просто увольняют Сегодня с рабочими встретился нардеп Сергей Каплин Вместе составили план Как повлиять на руководство Укроборонпрома Которому принадлежит завод Для начала перекроют трассу Николая в Одесса Два роки люди борются за то, чтобы отримать свою зарплату Друге Об людей витирает ноги діючий керівник Третє Влада в Киеве не чує людей у Миколаєві Четверте Ми знаем замовника вбивства заводу Це Пашинський депутат від Народного фронту 8 числа був уволений Под предлогом невиполення програми бронетехники Цехом моим На фоне вчерашній На фоне манифестації 7 числа 7 сентября Манифестації від правкома до обл. адміністрації Завод обесточен Перший же вопрос, как можно выполнить производственную программу по бродителю В Одессе скандал с участием полицейских Напавшего на людей дебошира правоохранители сначала задержали А потом сняли наручники и просто выпустили из райотдела Как такое произошло? Подробнее Андрей Анастасов Все произошло в районе 9 часов вечера на улице Успенской в центре Одессы Более того, практически у входа в университет внутренних дел Здание так же, как и сейчас охраняли курсанты МВД Елена, Олег и Дмитрий со своими собаками возвращались из парка Когда за ними увязался явно нетрезвый мужчина Стал хамить, задираться, а затем и вовсе набросился с кулаками на Олега Он швырнул его от стену ресторана Потом он схватил его лайку и просто стал ее на поводке раскручивать вокруг себя Люди встали в кольцо и он понимал, что он уже не уйдет Пока более получаса ждали полицию, дебошир продолжал буянить Очевидцы говорят, курсанты подошли узнать в чем дело Но даже не пытались угомонить нарушителя Но они сказали, что у них нету таких полномочий задерживать его Он сказал, этот нарушитель сказал, что вот видите, мол, мне ничего тут не будет Потому что я чуть ли там не преподаю в этом самом вузе В Одесском университете внутренних дел от дебошира открестились Но самое интересное началось потом Прибывшие патрульные надели на мужчину наручники И доставили в Приморский райотдел полиции Туда же, несмотря на травму ноги, приехал и Олег Писать заявление о нападении В момент, когда я писал заявление, этот человек, которого задержали, говорит Снимите с меня наручники, они мне очень как бы жмут Он говорит, можно покурить? Ну можно, иди покурить Мы видим, что этот человек спокойно поворачивается и уходит На что мне дежурный отвечает, не переживайте Его сейчас там в патрульной, где-то во дворах перехватят Мы уже сообщили Однако в полиции утверждают, нарушитель не сбежал Его отпустили Дескать, удалось по некой своей системе достоверно установить его личность А больше трех часов держать в участке не имели права Хотя в то же время признают Точное время прибытия задержанного не знают Ведь дежурный даже не стал регистрировать его в журнале Тут много вопросов без ответов, можно так сказать Служебная проверка назначена Сейчас там ведется следствие И устанавливается действительность той меры Возможно, непрофессионализма сотрудников полиции Прошло несколько дней, а уголовное производство так и не открыто Олег же снял побои и обратился с жалобой в суд На бездействие правоохранителей По иронии судьбы, он, юрист по образованию В рамках реформы, как раз проводил для новой полиции тренинги Помогал освоить международные стандарты права Андрей Анастасов, Игорь Михоношин Подробности, телеканал Интер, Одесса В соседнем Николаеве пьяный водитель насмерть сбил бригаду коммунальщиков Которые наносили разметку на пешеходном переходе Трагедия произошла около пяти утра Компания друзей на автомобиле возвращалась домой из ночного клуба Свидетели говорят, автомобиль летел на огромной скорости Более ста километров в час И даже не пытался затормозить Вначале БМВ обрезался в маркировочную машину А затем налетел на четверых рабочих Остановил автомобиль дерево Водители пассажиры с места ДТП скрылись А нетрезвого виновника аварии полиция задержала через час Но он свою вину отрицает Мол, машины у него нет, накануне угнали Однако полицейские заметили у него на теле характерные синяки И белую краску для разметки дороги Сейчас начато уголовное производство Водителю БМВ грозит до 10 лет за решеткой В Днепре скандал с коммунальной недвижимостью За несколько лет более 200 социальных объектов Ушли в частную собственность Незаконно Кто и как провернул эту аферу Узнавала Наталья Грищенко С 8-летним сыном Ирина пришла на прием к педиатру Женщина не подозревает, что амбулатория, где лечится вся ее семья Еще несколько лет назад была продана с молотка Подробности аферы не знает даже заведующая Говорит, слухи ходили, но поверить в такое было сложно Теперь опасаются как бы врачей с пациентами А их здесь 10 тысяч не попросили на выход Мы здесь с 1986 года Куда наше население пойдет обслуживаться Вот это я переживаю Тайно перешел в частные руки и один из районных военкоматов Сотни квадратных метров Теперь собственность частной структуры Военком узнал об этом только вчера Мне предоставили договор о купле-продаже Что Путиловская-20 уже нам не принадлежит Как можно действующий военкомат с военнослужащими со всеми уже продать За три года с 2012 по 2015 было продано более 200 коммунальных объектов Среди них станция скорой помощи, детский сад, ЗАГС и даже опорные пункты милиции В областной прокуратуре рассказывают Все они находились на балансе обанкротившихся ЖЭКов В процедуре банкротства Зазначенные объекты были через биржевые торги ликвидатором проданы Оценка проведения биржевых торгов Укладывания договоров о купле-продаже Было сделано за один день С молотка ушли корпуса НИИ трубной промышленности Стратегического объекта, который работал на оборонный комплекс Украины Здесь производили стволы для систем залпового огня Град, смерч, ураган После аферы с недвижимостью в цехах разруха Тут много было различных технологий Здесь существовал первый отдел секретный Но он уничтожен был после попытки развала этого учреждения Все эти объекты передавали частным структурам городские чиновники Что касается проданных объектов недвижимости На них прокуратура наложила арест Наталья Гречникова, Евгений Коденцов, подробность, телеканал Интер, Днепр Отмытые деньги Европейский суд сегодня вынес вердикт По делу Александра и Виктора Януковичей И Андрея Клюева против ЕС Введение санкций в 2014 году признано незаконным Иск частично удовлетворен Уже два года беглецы ведут тяжбу За разморозку своих активов в Европе Впрочем, кроме удовлетворения морального Особых подвижек в плане возвращения денег не будет Почему? София Гордиенко подробнее Бороться есть за что Еще до Евромайдана журнал Forbes Оценивал состояние Александра Януковича Сына беглого президента в полтора миллиардов Что кроме золотого батона Пылилось в сейфах и на счетах у папы Его соратника господина Клюева Бывшего секретаря СНБО Можно только догадываться Но по приблизительным подсчетам Речь идет о сотнях миллионов долларов На кипрских, нидерландских, швейцарских и австрийских счетах И владельцы всеми силами пытаются Со своих денег санкции снять Тем более, что европейское законодательство Разрешает эти размороженные средства Тратить на услуги своих адвокатов Именно поэтому бывшие чиновники И наняли очень недешевого британца Томаса Бизли Специалиста по сложным делам Часто имеющего дело с российскими клиентами Так что в принципе Бывшим чиновникам Хоть и придется изрядно раскошелиться Но вернуть они смогут многое Сегодняшнее решение суда Ожидаемое у Совета Европы Который обводил санкции в 2014 году Не было кроме честного слова Киева А конкретнее прокурора Махницкого Ровным счетом никаких подтверждений О том, что деньги нажиты нечестным путем Так что любой даже не британский юрист Мог бы это решение обжаловать в суде Справа в том, что позиция Рады Европейского Союза Е слабкою Бо в Украине Немае кинцевых выроков А соответственно довести легитимность Арешту коштей Как отмытых в Украине Ну, на жаль Читкой возможности немае Впрочем, даже если суд и обменил решение ЕС По санкциям 2014 года Это ничего не означает Так как в 2015 ограничения Еще раз продлили И теперь Януковичам и Клюеву Нужно опротестовывать и эти решения Но похоже и время Деньги у них есть Да и Украина никуда особо не торопится Все уголовные дела в отношении лиц Санкционного списка ЕС Находятся на стадии досудебного следствия Нынешние решения Европейского суда В ГПУ комментировать отказались В Минюсте на наши звонки Вообще никак не ответили София Гордиенко, Василий Тружковский Подробности Европейской бюро телеканала Интер Сколько же денег Янукович Будучи президентом Украл из бюджета страны Сегодня министр юстиции Назвал приблизительную сумму Это от 20 до 30 миллиардов долларов Министр Петренко ссылается На выводы экспертов И правоохранительных органов Сделанные после изучения дыр в бюджете На момент бегства Януковича 100 миллионов евро финансовой помощи Для реформы местного самоуправления В Украине выделила Еврокомиссия Программу Юлит сегодня в Виннице Запустил премьер Гройсман Вместе с европомиссаром Ханом Партнерами Украины в нем стали Дания, Польша, Германия и Швеция Эти деньги пойдут на поддержку Объединенных громад Создание новых проектов инфраструктуры И 600 центров Предоставления административных услуг Партнеры также расскажут Украинским чиновникам Об особенностях финансового менеджмента И о том, как привлекать общественность На помощь местным властям Успех реформи децентрализации Успех реформи местного самоуправления Успех реформи местного самоуправления Успех вашего региона, за который вы отвечаете Бо больше спроможных громад Это больше денег, это больше возможностей Это доволенность людей От тех послуг, которые люди получают Мы должны восстановить доверие людей До политики и до политиков Надеюсь, что это означает Следующее Больше людей будут зацикавлены В том, что делают их выборные представители Ялтинский форум в мистецком арсенале Уже третий год в Киеве А не в аннексированном Крыму Проводится ежегодная встреча Европейских политиков и бизнесменов Буквально несколько минут назад Началась церемония открытия этого саммита Там находится моя коллега Ольга Рыцарь Оля, расскажи, много ли в этом году Участников, из каких они стран И главное, какие вопросы будут обсуждать Да, добрый вечер, Катя Несмотря на то, что форум уже третий год проходит в Киеве Его название не поменялось Это встреча европейской ялтинской стратегии Проходит уже тринадцатый год подряд И уже час назад его было официальное открытие Ну а тема в этом году Это мир, Европа, Украина, штормы, перемен Часть гостей уже подъехала Часть планирует подъехать еще на протяжении трех рабочих дней Ну а в общем ожидается более трехсот пятидесяти Ведущих политиков, экспертов, общественных деятелей Более чем с пятидесяти стран мира Ну а перед открытием нам удалось пообщаться С министром иностранных дел Дании А также с комиссаром ЕС И вот что они нам рассказали Мы видим, что правительство Украины Намерено пройти до конца путь изменений Очень важно, чтобы новосозданные институции Могли независимо работать, расследовать И передавать материалы в суд И чтобы правосудие тоже могло работать независимо За последние три года Украина прошла долгий путь И многого достигла Но еще многое нужно сделать Для большей экономической свободы Улучшить условия для бизнеса Уменьшить бюрократию А также побороть коррупцию Также необходимо реформировать юридическую систему Сделать более открытой и прозрачной Ну а завтра пленарные заседания уже откроет Президент Украины Петр Порошенко А дальше будут дискуссии Главные темы это последствия президентских выборов В Соединенных Штатах Америки Проблема единой Европы после Brexit Кризис беженцев А также популизм в политике Ну и главное место в этих дискуссиях Конечно же займет Украина Также отдельной темой будут обсуждать Отношения с Украиной Отношения с Западом и с Украиной И вот какие ожидания от этого форума Есть у украинских политиков Мы тут в середине И мы можем не почувствовать Той ритм Что есть, что нет Как это делается И в середине просто-напросто Может замыливаться взгляд Но с боку это виднейше И с боку это быстрее почувствуется Ну кроме президента Украины Премьер-министра Украины Также ожидается и президент Турции Президент Литвы И президент Польши Также будут выступать и известные эксперты Это Тони Бларк, Карл Бильд И Кандализа Райс И также много других Ну а сам саммит продлится до 17 сентября Катя Спасибо Оля Это была Ольга Рыцаряна В мастерском арсенале И следит за заявлениями политиков Из-за отсутствия денег Село Товща под Житомиром Может лишиться школы Родители против И на митинг вышли И даже трассу перекрыли Услышали ли их чиновники? Елена Митясова подробнее Содержать нельзя, закрыть Чиновники уже поставили запятую Но их решение спровоцировало Среди жителей села Товща Под Житомиром бунт Здешних школьников В буквальном смысле Выдворили из родной школы В райсовете решили Хотите учиться Езжайте в райцентр Их не смутило Что дорога туда 18 километров Пригоняют нам автобуса Хоча мы давали Официальную бумагу Что наши дети В другую школу не пойдут Автобус на несколько сел Это во сколько же надо Встать ребенку Чтобы попасть в школу Возмущаются родители Да и зимой он вряд ли Проедет по сельскому бездорожью О том, что до их глубинки Добралась образовательная реформа Жители узнали из интернета Перед началом учебного года Чиновники оставили Только детский сад И начальные классы Всему виной деньги Говорят чиновники На содержание школы В Товщи Необходимо более 200 тысяч гривен в год Тратить такие средства На учебу 38 детей Райсовет посчитал Нецелесообразным А сельсовет Такую сумму Не потянет Достучаться до чиновников Люди пытались не раз И трассу перекрывали На митинг выходили А потом и вовсе Предложили доплатить За школу из своего кармана Частково заплатим за светло За половину навчального року И пропонували нашей владе Что мы полностью школу Забезпечиваем другим Наша влада просто Проигнорувала это все А теперь на родителей Еще объявили охоту соцслужбы По домам разносят Так называемые письма счастья О привлечении их К уголовной ответственности Если ваши дети Вы не пустите в улицу В школу своих детей Есть криминальная ответственность За какие пустоты Вы можете загремиться Не найдя поддержки У местных властей Люди обратились к нардепам Районная рада Повинна змінити решение Яке привела до того Что село просто встало на дуби Потребно просто розуміти Что если вы районная рада Вы працюете для людей Вы працюете для того Чтобы люди были задоволені Вашей работе Если люди не задоволені Вменьте решение Если вы не отменьте решение Мы будем втручаться И мы будем заставлять Вменьте Политики пообещали Направить официальный запрос Правоохранительные органы Пусть там разберутся Не превысил ли глава Житомирского райсовета Свои служебные полномочия При закрытии школы Если да Будут инициировать Его отставку Елена Митясова Алексей Шматов Подробности Телеканал Интер Политическая пневмония Хилари Клинтон С прошлого воскресенья Не показывается на публике И не вела предвыборную кампанию В стране даже заговорили А не заменят ли ее За два месяца до выборов Что же все-таки с миссис Клинтон И откуда взялась версия Что ее отравили Мой коллега Дмитрий Анопченко Об этом из Вашингтона В Соединенных Штатах Где даже традиционное приветствие How are you Мол, как ты Вовсе не означает Что человек действительно хочет знать Как у тебя дела И о здоровье публично Говорить не принято Только самыми близкими И лишь один человек Заставил всю Америку Разговаривать о болезнях И интересоваться ими Хилари Клинтон Пневмония и ее симптомы Печатали в гугле Миллионы жителей страны Чтобы понять А что же там происходит С одним из основных кандидатов На кресло в Белом доме И могла ли обычная простуда Вызвать вот такие последствия Обморок Который не на шутку взволновал Даже самых преданных сторонников Миссис Клинтон Масло в огонь подлили и журналисты ABC по ошибке сообщила в новостях Мол, ее уже нет в живых Доброе утро, я Сандра Букман Я Джо Торрес Начинаем с горячей новости Умерла Хилари Клинтон Из той же серии появившиеся сейчас слухи Мол, Хилари оказывается отравили Хотя интервью Вашингтон пост Об этом дал не токсиколог И даже не терапевт А патологоанатом Личный доктор политика наоборот Полна оптимизма Она распространила сегодня заявление Мол, все хорошо Оснований переживать нет Согласно заключению медика У Клинтон просто пневмония Причем не заразная форма болезни Прописали обычные антибиотики Несколько дней постельного режима Мол, Хилари в норме И в прекрасном расположении духа Вот только почему тогда Коллеги по партии Все активнее ведут переговоры С нынешним вице-президентом Мол, не вступит ли Джо Байден в гонку Если вдруг нынешний кандидат Из нее выпадет Причем выиграть у Байдена Трампу Будет возможно еще сложнее Чем у Хилари По плану Хилари Клинтон Должна сегодня прервать Затянувшееся молчание И впервые появиться на людях Но даже если ее график В очередной раз скорректируют То на следующей неделе в Нью-Йорке И она, и Дональд Трамп Появятся обязательно Ведь там проходит Генеральная ассамблея ООН Как раз соберутся все мировые лидеры Со многими из них У политиков будут встречи Ну вот в частности Будет Петр Порошенко И Хилари Клинтон И Дональд Трамп Должны провести с ним переговоры Ну поговорят, конечно же Об Украине И как изменится И изменится ли политика США В отношении нашей страны Если одного из них изберут Ну а далее В том же штате Нью-Йорк Будут первые президентские дебаты В ходе которых и станет понятно Как кто из претендентов На главное кресло в Белом доме Себя сейчас чувствует И в прямом, и в переносном смысле Из Вашингтона Дмитрий Анопченко Юрий Романюк Американское бюро телеканала Интер В чем обвиняет собственных родителей 18-летняя австрийка И чем в Бельгии заменили охоту на покемонов Об этом и не только в нашем обзоре Охотники за книгами В Бельгии вместо монстров Из популярной игры Ищут детективы и романы Игроки прячут их А потом через социальные сети Дают подсказки, где именно искать Хотя группу в Фейсбуке создали Несколько недель назад Более 70 тысяч человек Уже стали ее подписчиками Идея принадлежит директору местной школы Которая вдохновилась успехом Покемон Гоу В Австрии 18-летняя девушка Подала в суд на родителей За публикацию детских фото В соцсетях Ее поразило количество фотографий Которые взрослые Выложили на своих страницах В Фейсбуке Родители стали размещать Снимки дочери С того времени Когда ей исполнилось 9 На многих она То спит неприкрытая То сидит на унитазе Девушка заявила Что родители сделали ее жизнь Просто невыносимой Фото удалять отказываются Именно это и вынудило ее Обратиться в суд Наемный убийца на Филиппинах Дал показания против президента Бывший наемник сообщил Что действующий глава государства Родриго Дутерто В бытность мэром города Довао Приказывал без суда и следствия Убивать преступников А также своих оппонентов Это продолжалось с 1988 по 2013 год Киллера задержали Теперь он раскаивается И решил во всем признаться Австралийскому фотографу Удалось запечатлеть Коалу Которая спаслась от паводка Трогательный снимок Сделан в городе Стерлинг В Южной Австралии В регионе после проливных дождей Начались сильные наводнения Частично затоплены штаты Виктория и Южная Австралия Таких сильных паводков Здесь не было последние Несколько десятилетий День восьмой И у нашей сборной На Паралимпиаде В Рио уже 83 медали 32 из них золотые Украинские канаисты Получили высокие награды Наталья Лагутенко В женском финале Стала второй А вот Сергею Емельянову Удалось даже установить Паралимпийский рекорд Спортсмен выиграл золото Накануне наши паралимпийцы Отличились в плавании Шоссейной велогонки Стрельбе с пистолета Метании диска Украинская сборная Уверенно удерживает Третье место В общем зачете После Китая И Великобритании Отличная новость Для всех болельщиков футбола Финал Лиги чемпионов Сезона 2017-2018 Примет главная арена Киева НСК Олимпийский Право проведения Еврокубка Столице Украины Доверили сегодня На конгрессе УЕФА в Афинах Лига чемпионов Является самым престижным Европейским турниром Украинских болельщиков Уже успел поздравить На своей странице В фейсбуке Глава государства Петр Порошенко А также Вице-президент УЕФА Григорий Суркис Я поздравляю всех Украинских любителей футбола Благодаря сегодняшнему решению Столкому УЕФА Мы снова оказались В эпицентре Большого спортивного праздника Меня переполняет чувство Радости и гордости Поскольку В истории нашей легендарной арены В истории всего украинского футбола Открыта фактически новая страничка Я не сомневаюсь Что у нас хватит И профессионализма И патриотизма Чтобы выписать его достойно Культурная дипломатия Помогает создавать Имидж Украины На международной арене В центре Вудра Вильсона В Вашингтоне С успехом Проходит выставка Известного украинского художника Виктора Сидоренко Память о бессознательном Экспозиция Иллюстрирует Процессы трансформации В Украине Которая пытается отказаться От тоталитарного прошлого И выйти на новый уровень Развития общества Протягом 20 лет Я занимаюсь Вивчением у цієї людини Перехідною, транзитивною Транзитною людини Яка цікава нам Культурные митцы Стают авангардом Який допомагает И людству И каждой конкретной спільноте Позвищать свои проблемы И это выявляет Ту самую новую реальность света Когда на самом деле Интеллектуал, митец, художник Режиссер может впливать На исторический процесс Не меньше, а возможно Большой мировой Ни наибольшой И на впливающей политике Следите за развитием событий На нашем сайте Подробности.ua А в прямом эфире Увидимся уже завтра Хорошего вам вечера И до встречи на Интере Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова